Из России ситуация, почему вот в региональных делах я уже несколько, наверное, там на уровне МИД и на уровне президента и так далее заявления по региону, когда делаются, там учитывается фактор или говорится о Турции, вот четко указывается, да, будем с Турцией работать, там Турция будет работать на стабилизацию региона и так далее и тому подобное. Неужели реально выросла роль Турции в регионе для России? Выразить объективную позицию, насколько это возможно, и российскую позицию, хотя я представляю экспертное сообщество, совершенно не власть. Первое, я абсолютно согласен с прозвучавшим мнением, что мир меняется и на повестку дня возвращается идейно-ценностный фактор, который крайне важен для Анкары. Второе, это то, что Турция перешла к проактивной внешней политике и пытается быть лидером в трех мирах, в так называемом османском мире, в так называемом тюркском мире и исламском мире. Это одна из ключевых целей для Анкары, важная с точки зрения внутреннего, если угодно, сосредоточения общества вокруг правящей элиты и для позиционирования Турции за рубежом. В этой связи все действия и бездействия Анкары нужно рассматривать именно сквозь призму вот этого, сквозь призму стремления быть лидером не только регионального, но и мирового масштаба. Второе, Турция никогда не отказывалась и не откажется от мысли о том, что она является братской страной для Азербайджана. И Азербайджан для нее очень важен, для позиционирования не только на Южном Кавказе, но и на территории всего постсоветского пространства. Это логично с точки зрения этнической, религиозной и многих других. Другое дело, что, конечно, Турция, провозглашая себя лидером тюркского мира, должна понимать, что мы все-таки неплохо ее знаем. И знаем, что у тюркских государств постсоветского пространства, даже у того же Азербайджана, больше тюркских сохранилось традиций, чем у Турции. И попытка ее подмять под себя идейно-ценностный базис в этих государствах будет встречать определенное сопротивление у тех же националистических групп, как ни странно. Ну, я уж молчу о нерадикальных группах. Следующая. Турция на протяжении всех этих лет влияла чрезвычайно активно через образовательные, научные и другие структуры, являвшиеся инструментами мягкой силы Анкары. Но, действительно, абсолютно верно, как было сказано, с 2016 года Турция постепенно переходит к формированию политики через жесткую силу, а не только мягкую силу. И, собственно, ноль проблем с соседями постепенно преобразуется в идеологию того, что если вы поменяете власть или будете воздействовать на соседей через мягкую, жесткую силу, то постепенно у вас будет действительно ноль проблем с соседями. Это опробируется на Грузии, к сожалению, где в рамках «Партнерства ради мира» НАТОвской программы именно Турция осуществляет работу с грузинскими военнослужащими. И в связи со всеми событиями, которые произошли, радикально увеличивается влияние Турции в Грузию. Что же касается Азербайджана, я, конечно, слышу в вашей научной многоуважаемой среде менее жестко, но я читаю, слежу внимательно критику господина Алиева. Но в спину ему дышат сильные националистические группы, работающие с Турцией. И они очень недовольны тем, что Алиев говорит на русском, что Алиев ведет какой-либо диалог, пусть и, как было сказано, по-моему, господин Юнусом, что население устало от этого диалога, потому что нет результатов, и отсюда рождаются националистические взгляды. Но эти националистические взгляды постепенно давят. И поэтому я думаю, что спустя какое-то время глубоко уважаемые мои армянские коллеги будут вспоминать с любовью Алиева. Ну, не с любовью, но, по крайней мере, с более теплыми чувствами, чем то, что может быть. Значит, что касается России и Турции. Я рад, что есть оценки значения России на Южном Кавказе. Хотя мне, как эксперту, очевидно, что Россия должна проявлять большее количество активности в этом регионе для того, чтобы укреплять и сохранять свой имидж. Но мы, в отличие от Турции, никогда не заявляли о том, что мы являемся стороной конфликта. Турция четко заявила, что она сторона конфликта, выступив на стороне Азербайджана. Я прекрасно понимаю ожидания армянских коллег того, чтобы Россия выступила точно так же на стороне Армении в рамках ОДКБ, да и в целых в исторических рамках. Однако для России сегодняшней это фактически неприемлемо, потому что Россия пыталась и пытается занимать позицию силы, которая может урегулировать этот конфликт. Успешность этого понятна на данном этапе, но, по крайней мере, Россия не занимала сторону конфликта. Она не может поступить, как поступают турцы. При этом Россия все четко дала понять, проведя соответствующие учения. Это раз. И два. Выступив, Лавров выступал и достаточно четко, жестко дал понять, что Россия не допустит ведения боевых действий жестких и призвал стороны все это дело прекратить. Я абсолютно согласен с тем, что выросло новое поколение и в Армении, и в Азербайджане. И эта проблема будет только усугубляться с годами. Из-за отсутствия положительного соприкосновения это начинает постепенно влиять и на другие государства. И возникали, к сожалению, межнациональные конфликты и в Европе, и в Штатах, и в России. Что, конечно, абсолютно неприемлемо, но факт. Что с этим делать? Однозначно решать этот конфликт. Потому что, если он сейчас не будет решаться, то в долгосрочной перспективе, даже в среднесрочной, велика вероятность усиления военной активности. В особенности, с учетом вот этого роста молодого поколения, о котором было сказано, во-первых. А во-вторых, с учетом того, что на Азербайджан все больше влияет Турция, а на Армению, к сожалению, мы наблюдаем увеличение влияния Соединенных Штатов. Соответственно, при росте влияния запада, коллективного запада в Армении, и росте влияния Турции в Азербайджане, абстрагируясь от всего, чего бы, как говорится, нам хотелось, мы будем иметь расширение конфликтной плоскости. Особенно с учетом роста независимости или попытки независимости внешней политики Турции от НАТО и Запада в целом. Мне очень понравилось то, что было сказано господином Погасяном относительно того, что очень многое зависит от самих сторон, потому что Россия пытается выполнять роль связующего звена и прекращение этого конфликта, но очень многое зависит от самих сторон конфликта. Этот конфликт важен с точки зрения сторон конфликта и важен с точки зрения мира и стабильности. Россия все это время пыталась трансформировать систему мира и стабильности. Худо ли, бедно ли мы этим занимаемся все последнее время. Несмотря на то, что Турция была геополитическим противником России на протяжении истории, на Кавказе и много где еще, и наши интересы всегда сталкивались, нам удавалось очень многие вопросы сгладить и решить. Мы смогли развить экономическое сотрудничество с Турцией, смогли развить сотрудничество в сфере безопасности. Сложно, спорно вызывает много вопросов, но мы смогли это преодолеть. Возможно, будущее, в том числе и конфликта, который есть сейчас, заключается в нестандартности решений и в переворачивании всего сверх на голову. Естественно, мы не забыли все то, что было на протяжении истории в плане Турции, к сожалению, для Турции. Мы все помним. Но ровно точно так же мы понимаем, что мы должны быть гарантами стабильности и безопасности, на как мы можем, в том числе и в регионе Южного Кавказа. Я думаю, что это очень четко прозвучало из уст Лаврова, и этим я хочу закончить, потому что 6 минут я и так их преодолел. Спасибо. Спасибо вам большое.